Аман, как давно вы болеете за факел и с чем связаны первые воспоминания о клубе? Слушайте, я честно буду отвечать, я не то что прям сильно как всегда болел за факел, больше связано с тем, когда я переехал от родителей из города своего родного родства, в Воронеж поступил и так мы ходили смотрели, ну и пока клуб по земле, что называется, поэтому переживания, наверное, основные такие начались там в 2001-2002 году, вот, к сожалению, факел до недавнего времени никому не был нужен и в какой-то момент там был всплеск в 11-12 году, когда Сарсане появились, там Кантонистов играли, Лайзенс, а потом как будто, ну очень долго было ощущение того, что факел никому не нужен, сейчас я знаю, что 7 побед подряд и так далее, единственное, что хочется сказать, что вы так поздно спохватились, надо было в этом году выходить вышку. Или, может быть, еще получится, черт знает, давайте, чтобы получилось. Согласны с тем, что Воронеж это футбольный город? Слушайте, да я согласен, но плохо, когда все это потенциально как-то, то есть народ любит футбол, у них же не так много развлечений даже до недавнего времени было, и футбол был, я помню, в начале нулевых одним из главных развлечений, потому что 30 тысяч народу там, ну не 30 получается, тысяч 20, наверное, собиралось, не собиралось ни на одном мероприятии. Жалко, что в какой-то момент и руководство как-то отпустило ситуацию, и народ не смог на своем настоять, чтобы факел все это время занимался футболом, а не барахтанием во второй и первой лиге. С чем связываете прогресс клуба в последнее время? Слушайте, я не в ситуации, поэтому мне странно, что, я не могу предположить точно, но мне кажется, что предпосылки к тому, чтобы в Воронеже была команда уровня премьер-лиги, их слишком много, поэтому народ любит, народ ходит, что-то надо в плане спорта в Воронеже в любом случае делать, а факел это бренд как и в Воронеже, так и рядом в областях, так и в принципе по России. Редактор субтитров А.Семкин